Государственный архив Одесской области, телерадиокомпания «Град», гражданская инициатива «Друзья архива» представляют. История ромского или цыганского народа насчитывает много веков, но для широкой публики она всё равно остаётся загадкой. Шесть лет назад группа общественников-энтузиастов из числа ромов занялась поиском документальных свидетельств истории этого народа в Одесском областном архиве. По словам доктора философии Сергея Ермошкина, среди ромов очень мало профессиональных историков, поэтому исследовать архивные документы взялись просто люди, неравнодушные к истории своего народа. Начали мы с первого фонда. Первый фонд содержит просто огромнейшее количество описей дел. И нашли, я с удовольствием покажу, это не мы нашли, естественно, это уже до нас было сделано, просто мы, когда просматривали все описи, вот нашли дело, которое так и называется. «Дело о бессарабских цыганах. 1825 год». Вот оно. Вот представьте себе объём работы, которую нужно провести историку, для того, чтобы вообще понять, что здесь написано. Это всё рукописные документы. И, конечно, цитировать я их не могу, и не буду, да и зрителям это не очень интересно, но о чём идёт речь, вы поймёте по цитате из одного документа. Он датирован 6 июня 1830 года. Это Бессарабский областной совет, обращается к его сиятельству господину новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору Воронцову. Областной совет рассматривает представление бессарабским областным правлением, представляет документы бессарабского областного правления, копии документов на владение бессарабскими помещиками и монастырями цыганами. В 1812 году Бессарабия была присоединена к Российской империи. В то время, это территория от Дуная до Днестра, в то время там насчитывалось по разным источникам, на середину XIX века там насчитывалось 14 тысяч ромов, но они все были разделены согласно правилам Молдавского княжества и Валашского княжества, а потом уже и Румынией, объединенных княжествами, которое называлось Румынией. Там действовали законы еще в XVIII века, начало XIX века. Все ромы были разделены на несколько категорий. Вот в частности, одна из категорий назывались они коронные цыгане. Коронные цыгане – это такие, которые принадлежали короне, то есть царю, то есть верховной власти. Для управления этими, этой категорией, была создана даже в Бессарабском правлении, была создана даже специальная комиссия по делам коронных цыган. Собственно говоря, она была несколько позже, а вот эта переписка по делу о Бессарабских цыганах, если внимательно это изучать, это бесценный совершенно источник. Но даже хорошо сохранившиеся рукописные тексты XIX века написаны с ятями, с не всегда понятными нам формулировками, отсылами. Разобрать их неподготовленному человеку весьма непросто. Не каждый историк готов к таким испытаниям. Но что же хранят в себе эти документы? Какие истории Бессарабских цыган могут поведать они нам спустя почти 200 лет? Тут есть статистические данные, тут есть фамилии, тут есть места, где они были и так далее, и так далее. Какое количество цыган проживало в тот период? Вот начало 1812 год, никто не знает. Эти данные, во-первых, это была Румыния, в румынских архивах тоже этих документов далеко не все они найдены, изучены. Защук, наш историк, вот он в 1858 году, он издал книгу «Статистическое описание Бессарабской губернии», и по его данным было 14 тысяч копейками. Насколько эти данные верны, насколько эти 14 тысяч реальны, очень сложно сказать по одной простой причине. Вот коронные цыгане, о которых я сказал, они сохраняли традиционное право кочевать. Это были именно кочевые, только не в том смысле кочевые, что ходили куда хотели. Вообще, кочевье – это исключительно экономическое понятие, это ремесленники. То есть они точно знали, куда нужно прийти, в какое время, в какое село, в какой населенный пункт, где нужно ковать, где нужно вязать, где нужно выполнять какую-то ремесленную работу. Это кочевые цыгане были ремесленниками. Но оказывается, далеко не все цыганские семьи выбирали кочевый образ жизни в кибитках. Среди ромов Бессарабии было немало и оседлых фермеров, возделывавших землю. Вот они-то и принадлежали помещикам. То есть это были крепостные. Но изучая, вот мы знаем историю крепостного права в Российской империи, тягловые люди, черные люди и так далее, в отличие от крепостного права, которое было именно в России и на севере Украины, да, крепостные цыгане в Бессарабии, они были скорее дворовыми людьми. То есть это не было... Их можно было продать. Вот здесь тоже можно найти документы о продаже, о переуступке. Но к ним относились, как правило, к ним относились, ну скажем так, как к дальним членам семьи. Очень просто, очень просто это объясняется. Это не из-за большой любви, конечно, нет. Очень просто объяснялось. Не так много населения было вообще в Бессарабии в начале 19 века. Поэтому помещики, которые получали здесь землю, а земля, как вы знаете, в Бессарабии прекрасно, как говорится, втыкнул палку, она через месяц тебе дает урожай. Ценили трудовую силу, ценили трудовые руки. А учитывая, что в ромских семьях всегда многодетность приветствовалась, то есть получается, что если у меня есть, например, или у какого-то помещика есть 3-4 семьи крепостных, крестьян, которые знают эту работу, умеют работать на земле, плюс еще умеют обрабатывать металл, кузнецы, например, и у них рождаются дети. То есть я, в принципе, получаю на будущее, через 15-20 лет, я получаю еще рабочую силу. В Одесском областном архиве хранится немало интересных свидетельств и о жизни ромов-казаков. На территории нынешней Одесской области в те годы действовали Дунайское казачье войско, Новороссийское казачье войско. Одно время отношения к ним имели и ромы. Все знают, что на территории Одесской области есть село Фараоновка, было село Каира, сейчас называется Кривая Балка, это Саратский район. Вот это истинно ромские казачьи станицы. Очень мало известно было об этом, да и сейчас об этом мало известно. Казаки или казаки, это крестьяне, которые имели, помимо крестьянских повинностей, они имели еще и военную повинность или воинскую повинность. То есть, когда возникала военная угроза, они брали оружие в руки. И они ездили пограничную службу, в том числе. А как это происходило? Земли были заброшены, хозяев у этой земли не было, и правительство, бессарабский генерал-губернатор, они решили, что надо заселять. И вот были коронные цыгане, были помещицы, были еще монастырские цыгане, так называемые, которыми владели монастыри. Хотя в Румынии, откуда крепостное право перешло, на Ромов перешло сюда, в Румынии его давно уже отменили, называется эмансипация. В России, в Российской империи крепостное право, вы помните, 1861 год, только-только отменили, причем там еще выкупные были дела. Но, с одной стороны, нужно защищать новую территорию, с другой стороны, нужно как-то определить этих людей, которые шастали. Решили создать из них казаков. Правда, из этой затеи правительства ничего не вышло. Цыганам дали землю, но заставить на ней работать, привить любовь к крестьянскому хозяйству, так и не смогли. Понимаете, нельзя кочевников приучить за год, за два, за три, нельзя приучить. И это не только история моего народа, это история любых кочевых народов. Нельзя за два, за три года приучить к земле и научить обрабатывать землю, пахать и так далее. Дали землю, дали то, что сейчас называется подъемные деньги. То есть какие-то деньги на приобретение скота, на строительство и так далее. То есть, на удивление, государственная власть отнеслась к этому крайне серьезно. Выделены были деньги, причем эти деньги, как ни странно, не украли, как часто бывает. И вот поселили фараоновки и в Каирах, поселили, я сейчас, чтобы не врать, не помню количество, ну, примерно создали, по первому времени было примерно 40-50 домов, участки делили на 10 на эти, дали тягловый скот и так далее, и так далее. Требовалось только одно, обрабатывать землю, станьте крестьянами. Ну, год-два, после этого те уехали, те уехали, те не могут, тот заболел, так или иначе расползлись. То есть, фараоновка, в принципе, сегодняшняя фараоновка, это молдавоязычное и молдавокультурное село. Там абсолютно все говорят по-молдавски. Но этническая самоидентификация – мы, ромы. История ромов-казаков еще ждет своих исследователей. Ну, а мы обратимся к веку XX. Здесь тоже немало неизвестных страниц цыганской истории, свидетельства которых хранятся на архивных полках. В частности, сведения о репрессированных и даже раскулаченных ромских семьях. Но сегодня исследователи-энтузиасты подробно изучают период Второй мировой войны. Огромный пласт информации, хранящийся в Одесском архиве, посвящен ромам в период румынской оккупации с 1941 по 1944 год. Сюда депортировали просто огромнейшее количество евреев. И сюда депортировали по не совсем уточненным, но мы пока принимаем это как за исходную цифру, более 25 тысяч ромов из Румынии. Так называемые румынские архивы, то есть материалы периода румынской оккупации, стали доступны для изучения недавно. Гриф секретности с них сняли около 10 лет назад. Многие из дел, хранящиеся сегодня в архиве, никто не открывал с 1944 года. Мы хотим построить картину, как жили здесь ромы вместе с другими, с украинцами, румынами, которых здесь было, много, молдаванами. Вот как вообще выглядела этническая картина, или этническая жизнь, или это национальная политика румынского государства вот в этот период. Эта задача, как вы понимаете, на сегодняшний день, я еще раз говорю, что мы не занимаемся сейчас научной обработкой. Мы, главное, найти. Найти. Вот один из результатов, если так можно сказать. Нашли целое дело, которое касается конкретно моего народа. Сделали вот такую книгу. Ну, это не книга, я даже не знаю, как это назвать. Все документы из этого дела отсканированы. Здесь даны на румынском языке, потом перевели на украинский и перевели на английский. И во вкладке сканы самих документов. Это издание усилиями общественников увидело свет в 2011 году. На его подготовку ушло почти два года. В нем содержатся красноречивые свидетельства репрессий против ромского народа на территории румынской Транснистрии. Здесь документы о том, в каком состоянии находились ромы голодные, холодные. Вот нужно им прислать одежду. Как-то вся эта бюрократическая переписка. То есть люди замерзают, а власти, к сожалению, переписываются. Вот где взять деньги, где взять эту одежду и так далее. В списке евреев, цыган, больных инфекционными заболеваниями. Это Березовский уезд. Я, честно говоря, еще мы не читали, но вот представьте себе, насколько это было серьезно, если даже тех ромов, евреев, которые были предназначены к уничтожению, только румыны исповедовали несколько другую тактику или политику, в отличие от нацистов, немецких нацистов, в отличие от эсэсовцев, гестаповцев. Они не расстреливали. Или расстреливали, но очень мало. А убивали голодом, холодом и безработицей. 43-й год, март, февраль, март, апрель, колоссальная эпидемия ТИФа, которая унесла огромное количество людей. И вот по этим документам, я, например, об этом не знал, я думаю, что об этом никто не знает, мы подготовим, естественно, все, вот называется список цыган, вакцинированных против холеры. Начали думать об холере. Румыны, конечно, понимаете, ТИФ такое дело, он заразный, но с ним можно бороться. Холера, если вы знаете, вибрион холеры, он живет годами. То есть холера намного страшнее, чем тот же ТИФ. И даже тех, кто должны были умереть, даже их прививали. Вот это медицинские дела. Им давали возможность выжить? Им нет, ну в принципе да, им давали возможность выжить, чтобы потом умереть, например, от голода. По селу Красненькому, например, это Кривозерский район нынешний, это бывший Любашевский район в Транснестре. Вот документы, которые четко свидетельствуют, как там погибло пять тысяч человек. Умерли от холода, от голода, от безработицы. Нечем было работать. Нет работы. И жили они в копанках, Бурдей называется, да. И уже после войны, конечно, начали все это раскапывать. Тракторист, который пахал поле в 47-м или 48-м году, сравнительно молодой человек, он получил инсульт, когда его барана или плуг, чем он там работал, начал пахать, и на землю начали выходить черепа, кости и так далее. Причем не один-два, а много. И когда начали, местные жители-то помнили, о чем речь, оказывается, здесь просто хоронили вот тех ромов, которые, румынских ромов, их хоронили здесь, просто закапывали. И местные жители рассказывали о том, что и во время войны собаки бегали по этому бывшему полю. И если не глубоко закопан человек был, то выкапывали. Проблема изучения румынских архивов заключается, по словам Сергея Ермошкина, еще и в том, что многие документы того периода велись не только на русском и украинском языках, но и на румынском, которым исследователи не владеют. Документы румынского периода хранятся в архивах разных областей государств. Но, несмотря на все сложности, исследователи настойчиво продолжают описывать и изучать документальные свидетельства Второй мировой войны. И тому есть немало причин. Во-первых, живы те, очень немного осталось в Румынии, живы те, кто были здесь. Во-вторых, живы те, кто помнят. В мае этого года молодежь, это совместный проект четырех стран, Германия, Молдова, Румыния и Украина. Это для студентов. Студенты ездили по Украине, по Молдавии, по Румынии, в Германии нет, конечно. Изучали вот эту историю. То есть находили живы, до сих пор еще люди, слава богу, живы. 85, даже есть одна бабушка 90-летняя в селе Козырка Очаковского района. Она рассказывала то, что ни в каких документах нет. Вот как это происходило по-настоящему. С другой стороны, есть, так можно сказать, еще экономический интерес. Дело в том, что германское правительство приняло законы, некоторые, несколько законов, по которым бывшие депортированные, принудительный труд, добровольный труд в гетто и так далее, могут получать от германского правительства или пенсию, или компенсацию, ну, в зависимости от условий. Проблема в том, что если евреи находились в гетто, и есть список гетто, то наших ромов в еврейские гетто не поселяли. И получается, что по немецкому закону о пенсиях для тех, кто находился в гетто и добровольно работал, наши не попадают. Нам нужно доказать, что наши ромы были в гетто. Вот мы нашли документы, где так и написано. И в Измаицком архиве тоже есть такие документы, и в Николаевском. Об отправку, допустим, приказ о подправке евреев и цыган в гетто. То есть мы германскому правительству, пенсионному фонду в частности, мы, понятно, что это государственное учреждение, мы должны представить доказательства, что цыгане во время румынской оккупации тоже находились или в гетто, или около гетто, или в лагерях. И вот это очень важно, потому что, ну пусть у нас вот по Одесской области осталось 200 человек, 207 человек, которые дожили до сегодняшнего дня. И если удастся хоть кому-нибудь из них документально доказать, что они имеют право на эту пенсию, или на компенсацию, ну, то есть, тогда в этом смысл есть. Редактор субтитров А.Семкин